Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. После распада семьи первые несколько месяцев мне было более-менее нормально. Сейчас, спустя полгода и очень большого количества новостей о его счастливой жизни, без преувеличения у него прям всё очень хорошо во всех своих жизнях, и я с одной стороны рада, пусть всё будет хорошо у него, с другой стороны обидно, у меня не сильно радужно. Меня временами прямо накрывает гора эмоций. Как с этим справиться? К сожалению, много работаю, свободное время провожу с детьми, нет возможности записаться к специалисту, но может есть какой-то совет. После расставания я знал, что он с другой женщиной, и пока у них там всё только начиналось, меня это не сильно волновало. Хотя я переживала и плакала, но не страдала, как сейчас. А теперь спасибо в кавычках друзьям. Я узнала, что он собирается жениться. Человек, который 15 лет, говорил, что штамп ничего не меняет. Меня стало сильно накрывать эмоциями. Все время хочется что-то ему сказать, как-то задеть, ничего не делаю. Пока ума хватает, но хочется. Общаться приходится, потому что у нас дети, да и человек он нормальный. Разошлись относительно мирно. Я ушла, потому что узнала про роман. Вот такая вся фигня, пишет пользователь по имени Елена. Ну что ж, Елена, начиная, как-то не странно, с конца, хочется сказать, что говоря о том, какая это фигня, вы, в общем-то, на мой взгляд, довольно сильно обесцениваете ситуацию и вместе с ней вы обесцениваете, на мой взгляд, свои чувства. Мне кажется, что вам в какой-то степени вообще свойственно обесценивать свои чувства, вот. Конечно, я могу ошибаться и, может быть, не прав. Но, как мне видится, то, что вы называете это фигнёй, например, и то, что вначале вам было, как вот вы говорите, нормально, вот. А потом, соответственно, нет. Всё это, как мне видится, следствие именно обесценивания вами своих психоэмоциональных переживаний, вот. То же самое, абсолютно то же самое касается и того аспекта, что вы говорите, что вот я провожу всё время с детьми, и мне, значит, некогда обратиться к специалисту, вот. То есть, это история про то, что вы думаете, ну, по крайней мере, вот на данный момент вы думаете, что не обращаясь к специалисту и общаясь в таком контексте с детьми, вы, ну, возможно, значит, сделайте хорошо себе и детям. Если есть проблема, то её нужно решать, её нужно решать со специалистом и, в общем и целом. Детям, я бы сказал, что, возможно, наносится вред тем, что вы общаетесь с ними, испытывая некоторые переживания, вот. И, вероятно, вероятно, не выражая им этого, ну, то есть детям, вот. А ситуация заключается в чём? Ну, значит, в любом случае, вот, абсолютно в любом случае, значит, расставание, ну, это сразу вот, вот. Как бы получается, что измена вашего, теперь уже бывшего мужа, вот, измена. Измена вашего бывшего мужа в любом случае является психодравмой. И то, что вам первое время было нормально, ну, это можно сказать, вероятно, такая защитная реакция, возможно. Вот, а, возможно, опять же, сыграло роль то, как вы, ну, в целом привыкли, например, обращаться со своими эмоциями и переживаниями. Вот. Я бы сказал, что у вас довольно много злости, у вас, возможно, много злости, у вас есть, ну, присутствует агрессия, которую вы, по-видимому, вот, как-то подавляете, да, потому что, ну, человек нормальный, как вы сами утверждаете, вот, раз человек нормальный, ну, значит, право на выражение, значит, своих чувств у вас как будто бы и нет. Хотя чувства есть, чувства присутствуют, вот, но что-то мне подсказывает, что вы себе запрещаете, грубо говоря, их выражать. Вот. Поэтому начал бы я именно с того, чтобы, вероятно, использовать технику горячего стула, высказать вашему бывшему мужу все то, что у вас накопилось. Это первое. Второе, это то, что вы чувствуете себя обесцененным здесь, то есть, значит, что вот он там женится на другой и так далее, вот. То есть здесь вы сталкиваетесь с тем, что ощущаете себя обесцененным, менее оценным, вот. И, естественно, вам, ну, кажется, что все дело в вашем муже, вот. Но на самом деле здесь история про то, что вы сами себя обесцениваете. То есть обесцениванием себя вы занимаетесь самым. И вы занимались этим еще до того, как вы даже встретили своего бывшего мужа, вот. Просто сейчас, на данный момент, вы с этим, что называется, ну, более активно сталкиваетесь, вот. Вы более прямо сейчас с этим сталкиваетесь, вот. Но суть от этого не меняется. Если у человека есть вот такие обесценивающие тенденции, он будет с ними так или иначе встречаться. Я думаю, что увидеть всю историю ваших отношений, которая привела к тому, что у вашего бывшего мужа появился Роман, увидеть свой собственный вклад в этом, увидеть свою собственную личную ответственность в этом. Увидеть свою роль в том, что произошло, вот. И увидеть, что с обесцениванием, с каким-либо обесцениванием вас это не связано. И в то же время научиться с помощью психолога опираться на себя и чувствовать свою ценность и значимость. Вот. Это очень важные, едва ли не первостепенные задачи, а задачи проживания ваших чувств. Вот. И советов здесь никакого нет. Потому что советы вам не помогут. Да и не дают психологи в целом советы. Советы дают друзья, какие-то знакомые, но не психологи. Вот. А дальше. Значит, смотрите. На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Вы пишите, спасибо друзьям, я узнал, что он собирается жениться. То есть, что здесь? Здесь слабые личные границы ваши. Вы узнали то, чего не хотели, ну, например, знать. Или вы узнали то, к чему, как бы, пытались выработать нейтральные отношения, обманывая себя и друзей. Вот. То есть, я бы здесь поработал с личными границами. Дальше. Вы пишите, человек, который 15 лет, говорит, что там ничего не меняет. Вот. Значит, собирается жениться на другой женщине. И какой вы чувствуете себя в этом ключе? То есть, нужно поисследовать. Дальше. Вы пишите, хочешь ему сказать, что это агрессия. Агрессия это нормально. Но агрессия возникает в контексте угрозы. Необходимо увидеть, что именно здесь вам угрожает. Что угрожает ваши ценности и, в принципе, как ваша ценность подвергается угрозе какой-либо. Вот. Дальше. Нас общаться приходится, потому что у нас дети, да и человек он нормальный. Ну, опять же, тут с одной стороны вроде бы все неплохо, что вы считаете его нормальным человеком. С другой стороны, искренность, она в этом смысле как бы, ну, важна. То есть, если вы по какой-то причине, ну, если по какой-то причине вам тяжело с ним общаться, неприятно общаться, то важно это, опять же, выразить, опять же, это высказать, ну, в приемлемой форме, конечно, конечно же, вот. И так или иначе не обманывать себя и человека. Я думаю, что если вы считаете, что он нормальный, то как минимум он достойный того, чтобы знать хотя бы в каких-то плюс-минус общих чертах о том, что с вами происходит. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.